так друзья началась вторая серия вот у меня теперь новая головная боль есть несколько человек которые хотят сибирские мои образцы чтобы не было не хуже хотя живут они на том самом благословенном юге почти в субтропиках что же мне делать значит в начале фильм был создан номер раз номер один там я пытался соединить несоединимые сибирскую морозостойкость в одном целом в одном зерне с возможностью жить на юге не просыпаться зимой вот очень сложно масло в огонь подлил николай иванович курдилова в одной из своих статей есть такая фраза и вот здесь давно доказано явление только единицы сотен сибирских сортов он мил ввиду моих первую очередь там я упоминаю с десяток раз фамилия жена способна жить плодоносить тем более в южном федеральном уху и только единицы первым надеюсь серию посмотрели теперь переходим практике и так сеянцы нет не сеянцы семена железов переезжают на крайний юг например сочи а в сочи какие ночи темные ночи забыл в сочи еще и глинистая почва в основном и кто-то из моих новых учеников пытался найти абрикосы и так попробуем наверное абрикос будет уметь держать прежде всего абрикос хотя берем пошире поехали значит наверное будем пытаться охватить как можно больше тем начиная с сбора урожая почему потому что хотя я собрал уникальный урожай десятки тысяч еще тысячи тысячи семян и костючих других видов вот на это должен быть способен каждый поехали так собирается урожай потом перегнивает пока коротко вот этим путем получается вот то что вы видите в белом ведре потом все это промывается идет отбраковка всплывшие выбрасывается обязательно проверял многократно да они не полноценны прежде всего касается абрикос 3 дня сушки перед вами у готовые 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 семена но готовые не к посадке внимание а к хранению к хранению так я проверю идете запись потому что время сбора тех же абрикосов июль других культур в среднем обычно это сентябрь а посадка есть три способа посадки ранее осенью поздней осенью и весной это тема других фильмов и мы коснемся только потому чтобы не класть все яйца в одну корзину все таки эту тему коснемся когда садить но пока листаем дальше а кстати это то что называют сорти один из способов фактически селекции ну селекции это лучшее слово по данным калашный ряд мы назовем это просто отбором естественно селево посвящая академика там скромнее 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 когда попадается самое круглое это фаины ну это так первая прикидка но наша задача взять и все учитывая крайний юг нам не обязательно начинать как у нас на севере на севере большинство случаев это когда мы берем делом два этапа садим мазурские абрикосы поращиваем потом на них поливаем уже культурное где берем культурное но мне проще всех у меня все хоть и говорят грецы еще на самом деле уже не знаю все поэтому со смертного сада все это добывается и в данном случае если у них есть еще отцы а они у них есть то получается гибридные семена и сказать что из этого вырасти мы не можем но возвращаем теперь мы это все на юг и дошла к садыками и так вот поснили с этим резюки обвинили меня в том что все что я пропагандировать это вот на юг например отправить это лоши мошенничества так как они просто-напросто станут дичками то есть вырастут дики запятая так дикари и жирнели вот их правда вот тем не менее я не раз убеждался у меня примеров таких уже наверное даже уже не десятки нет сотни это именно то что перемещая в южные края тюри персити абрикосы я не говорю крайний юг как Сочи но назовем это юг России вот исключая Кубань исключая Северный Кавказ все остальное прекрасно растет вот это граница вот так вдоль Украины я бы еще раз исключая Северный Кавказ и Кубань вот все остальное прекрасно себя чувствует уже не правы и всегда получаются плоды еще роскошнее мои вот значит я бы предложил конкретному чеку кто этим заинтересуется и кто возьмется вырастить сад используя и возможность купить много семян а эти семена дадут возможность проявить качество какого-то из них вот какие то то есть повторяю первая серия рассказывал про жердель которая с юга Украины и которая прекрасно себя чувствует зимой в сырость при плюсовой температуре и дает отменный урожай так и у меня в Сибири тоже но мы это проходили хранение значит хранить я предлагаю стеклянных банках вот плотными крышками в сухом виде до посадки это может быть еще раз раннее осень позднее осень и весна ну к этому мы подойдем хранение в холодильнике это простой вариант я не говорю что сейчас у нас нет тех у кого нет холодильника но на всяких случаях говорю погреб тоже годится вот эту фотографию мне прислали видите судя по этим самым по названиям Вишня Раковская и так далее это черешья бодна это мои семена были человеком застректированы вот он хранит их вот все зависит от объема вот эта фотография учебная моя тут главное как если уж самим а я стараюсь высылать сухие и пораньше вот там получается граница очень определенная по сырости я не знаю что это такое может быть тот самый мох с фарном может все что-то мне присылает мне присылает такую фотографию она очень учебная смотрите внимательно приглядываемся два зашли видно хорошо стало косики пустили самое время высаживать а третья сгнила то есть при одних и тех же условиях мы имеем менее приспособлены к сырости это не просто косточка сгнила мякоть сгнила это определенный сорт сорт образец сгнил вот это скорее всего они были разные изначально условия хранения одинаковый результат но зашли один погиб значит морковка началась но сами понимаете насколько сложно тренировать чтобы то есть еще другая крайность поменьше сырости просто никто бы не сгнил и не взошел а что такое абрикос мазурский гибридный вот кто-то пошел папу может эти папу этот маму а может наоборот эти маму а этот папу вот результат теперь вы видите так перед отправкой приходит это же юссибирская штамба это слива сорти вот это тоже слива слива я стратифицирую например я и можно так же повторять в январе условия что высажу в апреле то есть три месяца и слива получается небольшие пакетики я высылать не могу в больших пакетах и так сильно дорого и тут задача перепаковать сразу когда вы получаете их уже в сорок песке вот и если сами готовитесь штрафировать у себя и у себя высаживать то вот этого объема вот как здесь это временный до этого самого до перепаковки перепаковывать будете вы побольше песку почему видите вот эта фотография сделана где-то в конце мая кажется вот тут они абрикосы значит они не были выкуплены они оставались лежать и долежали до того что часть из них взошла вот и она вот эти два-три взошедшие захватили кто раньше взошел еще одно качество время просыпания они взяли и умудрились высосать всю влагу а остальные теперь взойдут даже и не взойдут потому что что за сертификация в сухом виде вот этот момент учтите то есть от объема песка многое зависит вот это вот еще получается что ну не успел я выслать вот это такой период когда специально показываю когда приходит время садить то есть трификация была тоже холодильники и вот эти вот первые беленькие видите сигнал что пришло пора садить вот это то есть следить надо здесь следить надо здесь видите следить надо здесь вот здесь уже опознали вот и они еще шанс спасти есть но он такой маленький скорее всего большинство этих просто погибнет а почему я эту фотографию это просто мне никто не купил вот я была не оформил их просто никто не купил и потом я их выбросил но фотографию учебную я добился того что у меня прекрасная наглядная фотография у них очень короткий период старификации всего один месяц чуть не так уже переросли чуть лишний еще один пример почему хороши стеклянные пластмассовые банки обидно как на телевизоре видите наверное здесь уже опоздал сливы но это просто мне не выкупили потом я их выбросил вот это вот так получилось что это сергей железов это он по таких больших пластмассовых ведерках или банках но крупных сервисирует потом вываливает на землю потом собирает проше и самое время высаживать и те которые с короткими хвостиками прекрасно зайдут и мой совет их хорошо можно садить на постоянное место те которые вот с такими небольшими хвостиками само то естественно сильно глубоко закапывать нельзя класть надо на бок все равно на бок никаких вертикальных посадок есть умудряются они не понимают что в природе все на боку лежит даже вот такие пироши как вот это внизу тоже шанс выжить даже больше чем 50 процентов а спящие и спящие только надо и садить отдельно спящие могут зайти в этом году часто они всходят потом ниже покажу годом спустя поэтому те которые на момент высадки еще спят ничего страшного могут зайти могут зайти годом позже лучше как повезет но никогда не затягивайте потому что многие думают так ага раз не зашли буду дальше держать в холоде и в холодильнике нет пришла пора пришла славка определяла земля на стеклопатая таяло будьте добры садить все подряд и спящие или не спящие вот это пример того для чего нужна статификация на Синсона держим до января сливы я про те кто живет в средней полосе и в сибирь до середины января держим Сливы до середины февраля Держим Абрикосы И где-то в апреле высаживаем А Здесь получилась такая картина Я когда-то экспериментировал Я взял У меня получилось 25-й горя Видите, что это за росточек Сливы уже вовсю росли Прямо в банке Не в банке, а в коробке Такая же коробка Места им хватало А еще только середины зимы Представляете Все середины зимы А они уже вошли Это я к моменту Что нам обязательно нужно Держать сухими Опять же до января Сухими они никогда не взойдут А потом вот самое то И вот такой момент наступил Я разговаривал с одним Южанином Так Как раз С самого юга И вот он говорит Ну у нас зима Чаще положительная температура Чем отрицательная Когда же нам закладывать Когда садить А вот действительно Смотрите, что получится Если он возьмет Посадит под зиму Ну, например, ноябре Январь, февраль, март Январь, нет Ноябрь, декабрь, январь Вот как раз Среди статификации А все равно У меня же тоже Предположительная температура Пусть около нуля Но положительная А получится у него Такая нехорошая вещь У садовода Увлеченного Он, например, В ноябре Закопал А январь, февраль То есть декабрь, январь А на январе, феврале Взойдут Вот вам пример яркий Зайдут А как бы то ни было Но все равно Я спрашивал у него Когда цветение Вот А у них, кажется, цветение В марте где-то, допустим А зима и зима Скорее всего, до этого времени Они еще и погибнуть успеют Вот Потому что Вот Зашли же Именно вот в таком положении Должен быть при температуре 5-10 плюс А гарантии никакой нет Поэтому я предлагаю Если А, кстати, есть Косточки, которые Сортов Некоторые С которыми Все эти Мои опасения По барабану Поэтому Если есть достаточно Скорщик Половину Или треть Можно все-таки Посадить Но все-таки Попозже Учитывая мои страхи Например, не в ноябре Может быть, декабре Если там Правда положительные Температуры Будут В декабре Январь Февраль Пасы Заги Март Вот, глядишь Они нормально Взойдут То есть, естественно Сортификация Не скручая 50 Половина А вторая половина Ну, все-таки Надежнее Именно Такие Которые Пережили Искусственную Сортификацию Но, как бы Гарантированно Там не пойму Что такое зима Плюс-минус Плоть до того, что Я ведь не зря Попытался Побольше фотографий Использовать Смотрите Вот он посадил Даже в декабре А если там Дожди сплошные И сгниется Просто сгнить можем А абрикосы Они все-таки Их называют Засухоустойчивыми Вот этого не легче Засухи не боятся А сырости боятся Как огня Чувствуете Как у меня Эти самые Аркопимизмы Сырости боятся Как огня Поняли Теперь Да Половина Но попозже Декабрь Например Дальше уже боюсь Говорить Что январь Если бы я там жил Я бы все это Проверил Испытал А пока Дни догадки Идем дальше Абрикос Младжорский Асфальтип Эта фотография Была сделана Где-то В мае Ну то есть Остатки Которые Никто не купил Они Входят Так Как им Когда Вздумается Вот это Яркий Пример Это О качестве Моих семян Речь идет И о том Что Это такая Вечка Зараза Которая Входит В любых Самых Диких Условиях Только Вытащил Банку На свет И пошла Но Еще раз Меня Удивлялись Говорили Ну Зачем Этот Период Когда Искусственная Зима 2-3 Месяца В холодильнике Темно С около 0 градусов Там Плюс 2-3 Например Зачем Это Надо У меня Есть Несколько Сведений Те Кто Проверял Что Бестерификация Они Будут Пролежать Вот Лежат Они В тепле Лежат Лежат Что им Делать И Ничего Долежали До весны Их Посадили Не Всходят И Все Без Вот Эта Искусственная Вещь Растерификация В холодильнике Погребе В сором Песке В холоде Она Пришла Скорее Всего Из жизни От Тех Ледниковых Периодов Этим Я Как Обосновываю Идем Дальше Так Все Таки В холоде Держать Надо Ум Драется Еще Подмораживать Еще Всходят Но Дело У меня Такого Это Нет Вот Это Хранение В тепле И Как Раз Как В Таком Виде Я Просто Гадаю Сам Не Должны Всходить Все Вроде Есть Но Тепло Есть Тепло Вот Это Знаете Как Кто Умудрился Создать Условия Вот Видите Это Контейнер Этот Контейнер А в нем Как раз Очень удачно Раз Два Три Четыре Раз Два Три Четыре Пять Шесть Двадцать Четыре Ячейки Взошло Раз Два Три Четыре Пять Шесть Каждый Четвертый Взошел Вот Посажены По Железову Видите Все На поверхности Практически Вот Ну Комментарии Чуть позже Об этом Способе Так Вот Где-то Такое Печатление И я Этот способ Не исключаю А так Где-то Привез Представим Себе А подробности Я не знаю Представим Себе Что этот Контейнер Был Где-то В погребе Вот Там Еще Может быть Политерианом Накрыть Вот Там Все Условия А потом Раз Нашли Воздук И пожалуйста Начали Всходить Дело В том Что Мыш Это Такое Бедствие Наверное Но он его хранил Где-то Погребе Вот Эти Уже Высажены Высажены В торфяных Горшочках Тоже Каждый раз Когда я вижу Скоробки Раз Скоробка Два Скоробка Три Это По Железом То есть Процессе Они были Прикопаны Глубоко И Они Вылижали Наружу Специально Это Часть Технологии Вот Отрицаю Говорю Что Тайно Творили Так Теперь Растить До Осени Что Получишь Сразу Рассаживать Но Это На смерть Обрекать Как Они В таком Возрасте Легко Имейте Ввиду Я говорю Для Людей Которые Могут Вот Так Сэкономить Место Сэкономить Время А потом Попробую Рассадить Вот Это Начинается Головная Боль Вот Еще Такой Точный Случай И Главное В тепле Вот Это То есть Комнатное Тепле Я Противник Этого Вот Еще Такой Пример Тепло Тепло Потом Высаживать В полиэтиленовых Горшочках Не Высадишь Горшочки Надо Будет Вырезать Комна Развалится В общем Не то Да и потом Обычная Высадка Приводит Больше Смерти Смерти Будет Высадить С такого Состояния Пожалуйста Сильное Притенение Сильно Делать Солнце Бояться Как Огня Так Ну Это Я Опередил События Знаете Сибирь Фильм Учат Садить Эти Жоперщики Ничего Не изменилось За сотни лет Ничего Хоть Головой Комна Как Крыль На голове Тешить Бесполезно Все равно На этот способ Получить Миллионы Людей Закупить Деревья Это Я потом Низу Хотел Разместить Понижая Там Где будет Агротехника Но Забыл Но все равно Видите До Второй Гот Учат Это Потом Все это Зимой Замерзнет Это Сибирский Фильм Замерзнет Земля Засыпет Снегом Весна Придет Земля Не оттаивает Снег Лежит Все это Полностью Покрыто Будет Все это Яма Будет Покрыто Льдом Попал Ниже Вода Сверху Лед Потом Лед Начнет Разрушать Страшные Бочки Разрывает Бочки Железно Разрывает Что его Угробить Когда Лед Ночью Будет Лед Тает Ночью Лед Тает И Прощай Саженность Несерьезно Несолидно А вот Это Я еще раз Говорю Если Все таки Эта слива Взошла На второй Год Так Бывает Вообще Не взошла Даже После Ратификации Какие Отдельные Года Совершенно Непонятно Как Себя ведут Семена Как будто Живут своей жизнью А мы Ни при чем Поэтому Не взошли Храните Еще Год Эту Как говорится Чистоте Грядку Получите Вот это Вот это Фотография Представьте себе Что у вас Уже Саженность Появился Получился Да Как его Садить Эта фотография Для школьных Будущих Учебников Для биологии Для Студентов Почему Вот это Глупость Дикость Когда В таких Вот чашах Искусственных Гниют Корневые шейки Это крайний Случай Вот это Что я сказал Это крайний Случай Но даже Вот это Приближает Сокращает Срок Деревья Вот По-настоящему Нацени Кто-то Уже Меня Прочитал И давай Переделывать Один хол Второй хол Видите Ну еще Не убрал Эти галаши Дурацкие К сожалению Так Вот Ну Да И не отрицаю Человеку Удачно Получилось С торфяным Горшочком Вот Прекрасно Растет Не надо Его Калечить Но еще Раз Если За работе С торфяным Горшочком Наделайте Дырек В нем Вот Да поверьте Даже в нем Может задохнуться Самый Сгнить Там Повышенные Посадки Вот здесь Будет Все нормально Дождь Сухо Дождь Сухо А здесь Всегда Будет Сыро Вот Поэтому Надо Обязательно Пододелать Деревщик Мой совет Вот Насчет Посадки Значит Я Эту Панографию Мне прислали Я тогда Так Если помните Мои объяснения Вот И так Давайте решать Вы хотите Иметь И желательно Иметь Южный склон Западный склон Имеется ввиду Не со стороны Юга Или запада Это неправильно А так Чтобы Солнечные лучи Били Склон И Вот эти Градусы Склона Добавлялись К солнцу У нас же не экватор Где 90 градусов Солнце Вертикально Помните Уроки Географии Солнце Вертикально Лучи бьют А у нас Под наклоном Поэтому Нам надо Чтобы Это была Фотография Допустим Снята Утром Тогда Все нормально Потом Солнце Перейдет На другую сторону И будет Со стороны Юга Если Утром Снят Вертик И будет Бить Сюда С обеда Вот тогда Это И все прекрасно Я всегда Не забывал Что у нас Россия Холодная Так И я всегда Так и объяснял Что выбирайте Чтобы солнце Билось сюда В обед В крайнем случае После обеда Потому что Запада Тоже прекрасно Когда бьется Со стороны Запада Сюда А вдруг Я подумал Так А самый Юг А у нас Деревья сибирские Аркадемов Написал Что Единицы Только Могут Вернуться На юг Сибири Какие бы Прекрасные Они были Вот И еще раз Покажу Почему я не Согласен Так 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 Может быть Быстро Быстро Еще раз Быстро 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 Вот это Вот Да Вот это Вот Я не считаю Что это Южное Или северное Здесь все Подамешано Внедрить гены Сортов Северных Южное Вот Южное Теперь живут Сибири И Теперь Переносим И теперь Получаются Гены Южных Северных Сортов Те же Важных Абрикосов Китайских Слив Вуссурийских Груш И так Далее Они якобы Теперь Помешают Они даже Погибнут Не буду Говорить Ни да Ни нет Вот Я предлагаю Другой Другой Сторон Рассмотреть А допустим Мы пытались Приблизить Юг Выбирая Я предлагал Холм Сторона Холма Так Чтобы Это был Обед Или Послеобеденное Время Вот так Видно Куршор Падали Лучи А не как Вот так Скользят А значит Холм А Сочи А давайте Наоборот Тогда А там Слишком Тепло Для моих Северных Сортов Собросов Корм Хлода А давайте Наоборот А давайте Пусть он Будь северный А Пусть Лучи Скользят Вот так Полный Вот так То есть Поняли Я надеюсь Я как-то Толково Объяснил Это что-то Не Я впервые Об этом Рассказывал Это очень важно Ну пусть Второй раз В своей жизни И тогда Получится Намного Прохладнее Да Утреннее Солнце Не греет Вечернее Не греет А Дневное Греет Зато Ночи Скользят Вот так То есть Выбираем Северный Склон И восточный Склон Поняли Да Причем Учитель Не со стороны Востока Имеется Ввиду Северный Склон Или Восточный Не со стороны Северо Востока А чтобы Он так Располагался Чтобы Ночи Скользили Вот так И вот так Добавляя Градус А Убавляя Градус Все Это очень Важный Был момент Ну Яркий пример Посадка Здесь Пусть Небольшой Склон Но вот Он есть И здесь Мною Был посадил Абрикосовый Сад И К сожалению У меня есть Фотография 2022 года Это было Лет Пять Назад 2022 Года Мощные Деревья Вот уже Вот такие Как это Дерево Ну Не успел Фотографию Подобрать Вот они Живо Здорово Абрикосы И Прекрасный Урожай И В нескольких Фильмах Это есть Вот В общем Посадка А знаете Что слева Запад После обеда Так солнце Питьет Абрикосам Это и надо Нас И не боятся А когда Приходит зима Приходит весна Отсюда Стекает Стекает Именно Раньше Пораньше Нет застоя Воды И Еще раз Угружаю Для абрикосов Склон Самое Лучшее Место А для Вас Извините Надо Чтобы Здесь Не запад А восток Вот Поняли А когда Запад Чтобы Отсюда Грело И уже Сильно Не нагрело Я в Сибири Пусть Мне греет Вот так Слева Направо Бьет А вы Допустим В Сочи Пусть Бьет Справа Налево Я очень Надеюсь Что я Понятно Объясняю Вот Еще Один Склон Это Питомник Но Питомник Минимальный Уход А Тот Кто Закажет Крупную Партию Кто Закажет Крупную Партию Семен Я советую Даже Если У вас Будет Один Гректар Два Три Пять Хоть Двадцать Еще Не живут Фотографии Подходящие Но Именно На этом Этапе Я хочу Сказать Следующее Желательно Иметь Склон И Желательно Посадить В виде Есть такое Понятие В науке Школка Школка То есть Школьное Время У них Пока Они набираются Сил Растут Вот И Уход Минимальный Если Надо Опрыскивать То Это Лучше Опрыскивать Чем Пять Гектар Бегать Через Кажем Пять Метров Посажен Вот И Протяпать На первом Этапе Тяпать Надо Именно Потому Чтобы Здесь Пока Сорняки Трава Мешает И Полить Легко А потом Идет Рассадка Уже По Трем Пяти Гектарам Вот Это Хотел Важно Сказать Первый Этап Именно Школка Школка Вот Но Если Желание Если Хочется Сэкономить Год Два Я Показывал Насколько Отстают Даже Мои Прекрасно Растут Деревья Сенцы А Пересаживая Тут же За забор Вот Прекрасно Растут Но Год Два Позже Супер Лепло Отношения Все Прекрасно Но Объем Кровный Разве Три Меньше И По Росту Отстают Сенцы Ну И Порожаю Само Собой Там Уже Деревья 6-7 Лет Супер Рожая А тут Первый Единичный Плод Семь Семь Стоит После Пересадки Если Есть Желание Тогда Можно Конечно Садить Сразу И Мы Еще Будем Дальше Об этом Говорить Эту Фонографию Мне прислал Один Из Так Называемых Анастасиевцев Не Так А Просто Анастасиевцев И Тот Кто Наситался И Придерживаются Теории Практик Хольцера Вот Он Загородил Бассейн Лишнюю Землю Делая Котлован Выкинул Сюда На склоне Посадил Вот Почему Я Тут Разместил Вот Потому Что Здесь Получается Что Если Близкого Здесь Вода Здесь Близко Абрикосы Расти Не будут Значит Надо Повыше Садить Вот Как Здесь И Даже Еще Больше Вот Вот Эту Фотографию Мне Прислали Мне Нравится Что У человека Получилось Довольно Густо Но Он Может Все Это Загубить За счет Мульчи Мульча Мульча Это Модное Слово Основание Штамба Именно Абрикосов Сейчас Под Мульчой Они Могут Просто Сгнить Вот Поэтому Один Из моих Советов Те Кто Занимается Серьезно И Сразу Много Выращивает Мульчей Не уходим Случай Так Вот Это Вот Здесь Будет Надеюсь Что Они Взойдут Это Мне Фотограф Прислали А Здесь Сверху То Земля Обычная А Сверху Еще Посажены Тут Лунка Косточка И Сверху Песочком Присыплен Оно Замечательно Все Рано Как Мы Не хотим Немножечко Оставание Штампа Потом Ниже Покажу Оказывается Где-то Ниже Под Под уровнем Почвы Все-таки Хоть немного Но есть И уже Загнивание Грозит А Песке Оно Уже Не Грозит Именно Песке Он Лерстый Он Кислородом Дышит Но Тут Обратная Картина Тут Стоит Только Пропустить Полифины Взойдет Косточкам Нужна Влага А Песок Высыхает Мгновенно Это Так Слово Я Не знаю Чем Делал Все Взошли Половина Давайте Еще Неск Фотографии Чужих Садов Рассмотрим Вот Человек Делал Гряду По Железам Так Смотрите Очень Пологая Согласна Конечно Когда Поливаешь Все равно Стекает Вот Это Проблема Что Здесь Поселение Будут Торщать Косточки В самой Верхней Части Гриды Им Всегда Не хватает Влаги Когда Уже В руках Человек Держит Проклюнувшуюся Тут Проще Ей Легче Зацепиться А пока Спит На Влаге Надо Столько Чтоб Она Лопнула Раскрылась Вот Тут Можете Не хватить Но Сама Идея Хороша Видите Вот Это Фотография Одна Из Моих Классических Ящики Были Слой Песка Слой Костик Слой Костик Вот Такой В ящике Было Потом Пришла Весна И Недолго Думая Прямо На землю Вывернул Ящик Высыпал И Давай Делать Такую Знаете Уз Камеру Вот Это Я Выбрал Такую 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 И Даже Спящая А Здесь Кроме Того Что Понимаете Разное Время То есть Каждая Косточка Имеет Свой Характер У нее Своё Время Наука Это Называет Расщепление Свои Так А Здесь Обратить Внимание Вот Это Вот Была Ниже Всех Закопана Вот У них У всех Есть Корень Это Генетическое Место Вот Корневая Шейка Здесь 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 Надеюсь Не надо Увеличить Потому что Многие Смотрят По телефону И нищета Не видят Вот Смотрите Здесь Корневая Шейка Здесь 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 Отчетливо Видно Согласно Отчетливо Вот А Как Получилось Что Вот Эта Часть Ада Ждала То есть Ждала А Лезла 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 Большой Блубины Высокой Блубины Она Вылазила И Наконец Вылезла Теперь Представьте Себе Что Вы Садите А Есть Эти Самые Да Даже Вот Зай Третью Даже Они Просто Погибнут Они Вылезут Они Видите Проклюнут Еще Они Вылезут Они Будут Расти Но Через Это Ремь Они Проводят Эта Часть Гниет Этого До сих пор Не знал Никто Потому Что Мои Вот Эти Корол Спасайте Деревья Закапывайте Символически Вот Были Восприняты С Каким Недоброжелательством Вроде Чех Поняли Что Они Натворили Когда Учили Заглублять На 5-7 Даже 10 Сантиметров Поняли Что Натворили А уже Отказаться Не могут Проще Сказать Железу Дура Чем Сказать Что Мы Совершили Ошибку И Сейчас Хотим Быстро Исправить Давайте Вот так Не Делайте Суприкол Символическая Вот Это Яркий Снимок Для Учебников Специальный Снимок Получился Вот Это Много Из того Что Я заслужил Там уже Если Немножко Только Наши Примы Точно Только Никогда Не помню Что Вот Я Другая Храдость Вот Это Уже Совсем Косточка Была Посажена Ну Совсем Не Глубоко И Все Так Вот Это Место Может Сгнить Потом Чуть Чуть Потом Раскопать Вот Она Вылазит Сюда Сама Я вам Покажу Потом Вот Самое Время Взяли Вот Такие Вот И Садить Напоследок Если Сможете Обеспечить Первое Пока Будет Расти Укрепляться Гор 2 Первое Уход Ну Ладно Потом Он Уже Написано Месяц Это Самый Высший Шаг Вот Это Дальше Уже Нельзя Теперь Он Вот Здесь Вот Смотрите Люблю Детализировать Смотрите Вот Он Росток Вот Сейчас Он Еще Не Погибнет Корень Вниз Росток Вверх Поняли Но Все Равно Садить Бок Боком Боком Чтобы Лежала Почему Она Такой Вид Имеет Потому Что Когда Ее Сунули В Ящик Банку Не Обязательно Она Плоско Лежала А Она Лежает Как То Слегка На Боку Но Это Все Так Не Принципиально Зайдет И Будет Расти Вот Наверное Это Будет Вторая Серия Я Сейчас Перервусь Сильно Длинные Люди Устают Поэтому Сейчас Отдых Я Закончил Вторую Серию И Продолжил Это Будет Третья И Последняя Серия Еще Раз Напомню Мы Говорим О Крайнем Юге По Делаем Для Южных Краев Так Ну Что Останавливаем Трансляцию Трансляцию